Брокер-одиночка, он же должен быть и юристом, и экономистом, и финансистом, и там бла-бла-бла-бла-бла. Он все равно допустит эту ошибку, понимаете? Мне прямо вот интересно, а что с ними будет? К лету, к осени бойня уже будет за кинотеатры. Что брокер сейчас должен делать, чтобы хорошо зарабатывать? Обладаете предметностью, зарабатываете деньги. Бегите по макушкам, не зарабатывайте деньги. Раньше это как бы ужас-ужас, а теперь просто ужас. Что будет, как, куда бежать, что хватать, что покупаем, что не покупаем, что сейчас просядет. Мы были обычным инкубатором брокеров для всех. Сейчас происходит, если так грубо сказать, перезатоваривание деньгами. Вынырнул с дубайской недвижимости и перекрестился. Евгений, добрый день. Мы с вами в прошлый раз встречались у нас в студии. Сейчас вот приехали к вам гости, чтобы посмотреть, в том числе, как вы поживаете. Но хотелось бы продолжить наш разговор. Прошлый разговор был такой, что называется на лайте, мы про жизнь там поговорили. Хотелось бы просто поглубже уйти в коммерческую недвижимость. Особенно сейчас, когда я слышал разные мнения по этому поводу. Кто-то говорит, что в коммерческой недвижимости все сейчас плохо. Там вот куча вывесок, аренда, аренда, аренда. Но буквально вчера, по-моему, на днях я прочел такую интересную вещь. По-моему, представитель Альфа-банка сказал, что куда сейчас банкам, которые имеют, ну крупнейшие банки, которые имеют сверхприбыль, там прямо так и написано, инвестировать деньги. Потому что за рубеж нельзя, все ограничено. То есть остается только Россия. Но в России единственный понятный источник для инвестирования это недвижимость. Бетон, да. Потому что там, да, скромная, но доходность, да, не стопроцентная, но гарантия активов, которые реально живы, они есть. И с этой точки зрения не исключено, что там также мнение высказывалось, что сейчас побит какой-то там очередной рекорд по инвестициям именно в недвижимость, в частности в коммерческую. Вы видите, что это такое, что действительно есть какая-то активность или вы как-то по-другому оцениваете ситуацию на рынке? Да, давайте вот смотрите, я сейчас начну говорить цифрами. Цифра действительно пришла, так как у нас уже полугодие заканчивается. Вот если сейчас взять всю валовую инвестицию вообще в недвижимость, то 57% было инвестировано именно в коммерческую недвижимость. Хотя раньше было, до пандемии вся история, где-то порядка 80% это была жилая история и 20% это только коммерческая история. По поводу банков, вот вы сейчас абсолютно правы, сейчас, то есть что сейчас происходит? Вообще вот сейчас происходит, если грубо сказать, перезатоваривание деньгами. Вот историю объясняю, год назад Дубай, все классно, круто, деньги туда ушли, Грузия ушла, то там еще что-то, деньги разошлись, все. Это частные, да, частных инвесторов, да, там что-то они стали, то есть они там где-то припарковались, может там в недвижимости, в недвижимости, в крепке, не в крепке, все. Там сейчас начали зажимать, сейчас это все сюда пришло, все, это сюда приходит, все, люди сейчас, у людей несколько вариантов есть. Первое, ну, как вы сказали, там, жилая недвижимость, это фондовый рынок, это коммерческая недвижимость, это, ну, там 5-6 институтов инвестирования, ну, и для всех сейчас, ну, так, понятийный, это рынок недвижимости, но жилая недвижимость сейчас не приносит такого дохода, и мы сейчас фиксируем очень большую такую историю, что капитал, который заходит сюда сейчас, он приходит к нам для инвестирования, этот капитал пришел из других стран. С Дубая, ребята, сейчас есть человек, который хочет за миллион долларов купить помещение под магазин, ну, алкомаркет какой-то, вот, который буквально вот вынырнул с дубайской недвижимости и перекрестился. Он говорит, я счастливчик, он реально, то есть он пришел, он говорит, слушайте, я счастливчик, что я выскочил оттуда. То есть он описал все это, там, что сейчас там творится, да. У меня двое товарищей программистов есть, вот, они тоже посидели какое-то количество времени там в Грузии сейчас, они сейчас обратно там, переехала фирма сейчас сюда, вот, и тоже вкладываются здесь именно в коммерческую недвижимость. Когда я задаю, говорю, а почему вы там в жилу не хотите, непонятно сейчас, что с ними происходит, лучше вложиться в ту недвижимость, которая точно хоть что-то будет уже приносить. А точно будет приносить, учитывая, что, ну, бизнес, мягко говоря, просел, экономическая ситуация не такая, как хотелось бы. Будет ли развиваться тот бизнес, который будет арендовать эту недвижимость? Тут нужно понимать, в каком сегменте именно нужно инвестировать. Вот этот сегмент эконом-минус, да, точно мне, чтобы жить, мне нужен кусок мыла, шампунь, кусок хлеба, двое лаптей, там еще что-то такое, то есть вот этот вот сегмент эконом-минус, он будет, ну, он будет всегда. Вот посмотрите сейчас, сколько на рынок Москвы заходит продовольственных сетей эконом-минус. Светофор, чеснок, смарт, то есть это история такая, что стоит палет, над палетом 2-3, грубо говоря, полки, которые дублируют содержимое этого палета и все, то есть это формат сейчас, ну, самый распространенный. А если вы посмотрите, скажем так, выручку вот этих светофоров, вот этих лоукостеров самых, то вы поймете, что лента, ашан, это уже давно-давно уже позади. То есть сейчас приходит сегмент, как это даже, как вот кто-то сказал, я не помню, сегмент простого человека. То есть вот сейчас нужно вкладываться именно вот в такую историю, где, знаете, там не для миллиардеров, не для миллионеров, а для обычного человека с завода. Вот это будет всегда, то есть алко-тема всегда будет идти, товары для дома, ну, такая обычная бытовая, вот посмотрите на фикс-прайсе. Хоть там и говорят, что они там в минусы, в минусы, в минусы, а посмотрите, сколько открывается. То есть они оборотами-то идут большими на самом деле. Вот, ну и тенденции нужно тоже понимать, какие на рынке будут тенденции. Вот пример вам, допустим, помните, в прошлом интервью я сказал, что кинотеатры закрываются, что мы все это делаем. А сейчас вот на этой интервью я могу уже другую историю рассказать. Так, давайте, про кинотеатры очень важно, потому что я давно не слежу за ними, но мне прямо вот интересно, что с ними будет. Сейчас, сейчас нашли, я не скажу, это лазейки, ну, скажем так, что нашли, как поставлять качественные фильмы суда. Да, и вот теперь смотрите сейчас историю. Подождите, я правильно понимаю, что не придумали, как использовать по-другому кинотеатры, но придумали, как фильмы заводить? Да, это Россия, конечно. Вот, так вот, все это придумали, все, теперь смотрите, что такое кинотеатр. Это особый конструктив в торговом центре, то есть завтра там с молотком, с кувалдой его быстренько там не сделаешь. То есть, когда это у нас пошло? Год назад, больше года, да, когда там они пандемию крепились, крепились. Когда увидели прошлогодние события, вообще уже все плюнули, все. Что начали торговые центры делать? Это, скажем так, смежный, кинотеатр это смежный якорь, да. Им понятно, что, чтобы не произошло такого каскадного заваливания якорей, знаете, допустим, если на этаже, там, в среднем, там, если возьмем, там, 10 тысяч квадратных метров, да, там, трехэтажный торговый центр, примерно, там, один-два якоря всегда на этаже есть. И вот, когда один якорь... Для тех, кто не знает, давайте расскажем, якорь это некий такой арендатор, якорь, да? Магнит, да. Который приходит, и на которого приходят люди. Да, вот. И если один из якорей, скажем так, шатается или уходит, то есть он в некой степени влияет на... И это называется, как вы сказали, каскадное, там, падение якорей. То есть, потому что иногда, если у вас внизу стоит, там, Ашан, а на втором этаже стоит, там, я не знаю, какой-то там, строительная, там, тематика, да, там, понятно, что если этот Ашан съедет, то строительная тематика точно, там, сдохнет, да. Сдохнет, а на третьем этаже стоит, допустим, там, гипермаркет, там, детского мира. Ну, понятно, что кто пойдет целевым трафиком, да, там, в детский мир, там, по-другому, то есть они это, ну, как бы, чувствуют. Вот. Так и что сейчас с кинотеатром? То есть они просто нашли и надеются на то, что сейчас народ обратно вернется. Теперь смотрите, что произошло. Раньше просто эти кучи помещений выкинули, все, то есть это была никому не интересная история, да, то есть если раньше, там, сдавали, там, допустим, там, возьмем, там, тысячу, тысячи двести, там, полторы тысячи за квадратный метр, ну, там были такие, там, классные варианты, да, то, когда вот это все произошло, не будем кривить душой, некоторые арендодатели сдавали и по пятьсот, ну, по шестьсот рублей за квадратный метр все эти кинотеатры. Ну, понятно, что туда ломанулась вся история, там, спортивная, да, там, всякие, там, квесты, всякие, там, гимнастики на батутах, там, ну, очень много, там, спортивная тематика сразу туда зашла, потому что, там, понятный... То есть убираешь стулья и делаешь батут, и пусть прыгают до потолка, хоть как-то. Да, 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 пусть это все делают, а сейчас ситуация, они это все, скажем так, разбомбили, все раздали, наши сейчас ребята нашли, как это все делать, опа, а теперь таких помещений нету, строить его отдельно, ну, извините, это копеечка, то есть, потому что торговый центр тоже, он должен, скажем так, вернее, кинотеатр, он тоже должен быть, скажем так, со-магнитом с кем-то, правильно, то есть, если отдельный кинотеатр поставьте, ну, вряд ли кто-то поедет, вот у нас, там, стоит формула кино, да, по-моему, на этом, на МКАДе, там, то есть, там, видно волнообразно, вот эта вот история, как приезжать, не надо, просто приезжаешь, там, просто поворковка, просто там, пустая, а иногда, как бы, там, какие-то, ну, хорошие фильмы, вот, плюс, аватар прошел, всем носу тер, показал, вот у меня товарищ есть, кто, ну, он унес кинотеатр, он руководитель этого бизнеса, вот он сказал, что на аватарии они отбили денег, чуть ли не квартал могут, ну, просто, вот так усеять, то есть, и сейчас, как бы, они от фильма до фильма живут, и смысл в том, что вот эти фильмы сейчас обратно, а все, а помещение-то нету, и что сейчас начнется, то есть, у нас все время вот такая вот эта американская горка, то есть, когда, вот, мы тогда говорили с вами, что там делать, я после интервью вышел, и через неделю я уже тогда, когда вы уже начали, ребята говорят, я уже понял, что буквально к лету, к осени бойня уже будет за кинотеатры, вот сейчас, ну, вот, то есть, говорю, он вот так вот рынок, это потому, что как рынок вообще перестраиваться, ну, вот. Давайте теперь к мысли о том, а зачем вот в этой ситуации, какие функции новые, возможно, появились у брокера, что брокер сейчас должен делать, чтобы хорошо зарабатывать, чтобы клиенты, ну, в данном случае, или вот те самые миллионники, которые приходят из Дубая, или еще откуда-то получали правильный результат, и, соответственно, владельцы. Сейчас для инвесторов, и для вот таких вот всех ребят, кто приезжает с инвестиционной, скажем так, политикой сюда, к нам, брокер должен быть стать, знаете, помимо того, что я все вот тут рассказывал, да, процентов на 20, на 30, он должен стать бангой. А вот теперь смотрите, я прошло сколько? Четыре месяца, я сейчас по-другому уже сказал про кинотеатры, да, а вы представляете, сколько аспектов вы сейчас можете затронуть, которых я тогда сказал, и сейчас что-то превратилось, то есть, это вот так вот каждый раз идет, да, то есть, и это нужно, вот эти вот горки, но все равно, если, то есть, с точки зрения математики, где-то у этого, то есть, середина колебания, амплитуда, она же где-то есть, вот эту середину нужно угадать примерно плюс-минус, что вкладывать, то есть, в один большой проект какой-то заходить, да, там, там, за пару миллионов долларов, или, допустим, в разные разложиться, а если в разные разложиться, то куда зайти? В алкомаркеты, что сейчас выдохнуть какие-то, да, или, наоборот, сейчас вот человек приехал с региона, искал за несколько сотен миллионов рублей недостроенный торговый центр, то есть, он сейчас приехал, этот человек, скажем так, девелопер, вот, у него, он сейчас понимает, что он должен там построить, там, пять домов, и выше прыгать он сейчас не хочет, потому что непонятно, там, горизонт планирования, да, то есть, хоть я там вижу, смотрю ваше интервью, там, кто там застройщики, там, планирует это за 15, это 20 лет, ну, это, наверное, там, люди, обладающие, там, каким-то, там, сверх капиталом, который, скажем так, прочность, зарядом прочности, который, скорее, они по-другому строят бизнес, это бизнес построен на земле, на активах, на земельном банке, это просто немножко другое, это не коммерческая недвижимость, там другое. Да, возможно, вот, то здесь сейчас просто мы объясняем, в какую сторону примерно должен шатнуться рынок, если вы мне сейчас опять задаете прогноз, я опять то же самое скажу, это пальцем в небо, я, ну, не буду делать это, то есть, я могу сейчас ситуацию сказать, сразу сравнить с ним, по крайней мере, там, одна-две точки касания по тем же самым кинотеатрам у меня уже есть, да, допустим, я сейчас могу опять сказать, что к осени эти кинотеатры, ну, когда люди с этих сдач приедут, опять надо будет куда-то, ну, то есть, куда-то ходить, где-то там чипсы поесть, где-то там посидеть, какую-то социальную среду поймать, да, то есть, это опять начнет это все развиваться, вот. И то же самое сейчас, вот, я не знаю, вот сегодня новость, у меня брокер сидит, мы сейчас сделали готовый арендный бизнес, то есть, ну, кейс, допустим, вот, пришел инвестор, он с торгов купил на свое усмотрение, там, за 30, за 29 миллионов площадь, мы за три месяца ее забили арендаторами, месячный арендный поток 560 тысяч, мы сейчас эту всю историю продаем за 59 миллионов, ну, там плюс-минус торг, если там миллион будет, там, то есть, вот, там, 20-30 миллионов мы докапитализировали, прилетает новость, ИП-шкам запрещают, ну, то есть, у нас, как обычно, новость, это типа, подан закон на рассмотрение, там, что ИП запретить выдачу, продажу, там, алкогольной продукции, пивной, там, сидор, ну, и там подобное все, все, у инвестора паника сразу же, что там, у меня там есть, там, один из, как сказать, из этой корзины арендаторов, вот такой человек, а вдруг вокруг него там все это связано, и вот мы начинаем объяснять, ему рассказывать, как идет трафик, что он там больше, скажем так, То есть, что сделка не сорвалась, да? Да, вот, то есть, и сейчас, вот, сейчас, вот, в связи с этими событиями, даже, вот, прошлонедельными, у меня телефон, я, вот, как бы, потом фотку можно сделать, сколько я за пятницу, я, вот, ехал с офиса до дачи, да, я, у меня, дорога занимает полтора часа, за полтора часа мне прилетело звонков, что-то порядка, там, 30 или 35 звонков, что будет, как, куда бежать, что, что хватать, что покупаем, что-нибудь буквально, что сейчас просядет, И представляете, вот у нас вот эти инвестиционно-новостные, вот этот фонд, он у нас вот все время, знаете, вот так вот, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну да, это еще полгода назад аналитики сказали, вот сейчас типа новостройкам, что у нас стал событийный рынок, то есть он больше реагирует на события, а не на реальные какие-то тенденции спроса и предложения. А вот на события как раз реагирует очень хорошо. Так вот, и брокер сейчас должен стать тем человеком, который, вот знаете, вот по атомам разложит ему всю вот эту концепцию, и какие у него риски есть, и вот уже собственник примеряется, идет он на эти риски или нет, будет он это брать или нет. То есть мы ему рассказываем, что да, может вот так вот повернуться, может вот так вот повернуться, а может вот так вот идти. И вот сейчас на самом деле очень важно, я вот сейчас считаю, вот и всем своим ребятам говорю, что сейчас нужно привязывать в свое объяснение к политическим событиям, экономическим этим. То есть это если раньше, как сказать, это как-то не влияло как бы-то, да, то сейчас это прямо на спрос дико влияет. То есть что-то произошло, раз тут же, то есть рынок реагирует вообще день. Если раньше что-то произошло, инерционно это там прокатилось, да, что там до регионов, что там через пару месяцев, то Москва сейчас реагирует вот так. То есть у нас вот сейчас, на прошлой неделе события были, у нас сейчас порядка 8 сделок, просто на паузу, но хочу что отметить, классное, то ли это уже начинается прививка какая-то быть. Привыкаю, да. А 8 сделок, даже 9 сделок прошло. То есть и комиссии... Мы начали реагировать на это так остров. Скажем так, да. Раньше это как бы ужас-ужас, а теперь просто ужас. А сейчас уже, да, понимаешь, что как-то, ну все равно как-то все там устаканится, как-то все там будет, будет. То есть вот так вот как-то сейчас. И вот то, что сейчас нужно обладать каждому брокеру вот этой вот повесткой дня и объяснять, это 100%. Вот то, что я сейчас вот всем говорю, допустим, своим ребят, вот у меня сейчас несколько отделов, они сейчас очень много формируют готовых арендных бизнесов. То есть они отошли там от аренды, ну как бы там арендой занимаются, но процентов там 50-60 своего времени они трачат на формирование готового арендного бизнеса. А можно сказать, что это такое? Имеется в виду, что есть некий продавец помещения, а вы ему говорите, слушай, давай мы не будем продавать его вот как бы пустую, как есть. Давай мы сначала потратим, не знаю, сколько, какой-то период, сформируем там арендаторов, они сядут туда, появится какой-то кэшфлоу, и мы продадим тогда задороже. И быстрее. Как бизнес именно. Так вот, вот вам, допустим, обычный пример, конкретика, 250 квадратов было в расказовке помещения, 250, ну там, для тех, кто из регионов, это под Москвой, совсем рядом, недалеко. Можно сказать, ну это Москва официально. Ну да, это Новая Москва. 238, ну 240 там квадратов, да, человек продавал его месяцев, наверное, 6. Когда мы к нему пришли, сказали, ну ты не продаешь это помещение столько-то, да, давай поставим арендаторов туда, у нас сколько по времени вам будет. Ну, в среднем это где-то выходит месяца три, то есть месяца полтора мы ищем, потом месяц это там, ну, закладываем месяца полтора, мы закладываем на согласование это, как обычно, то киловатт не хватает, то нужно согласовать какую-то выписку, ну, в смысле, вывеску, то какое-то крыльцо, то там черный вход, ну, подобное, вот такого плана, как бы там время тратится, все. Он очень долго размышлял, но получилось так, что мы буквально за две недели нашли арендатора, в течение месяца он сделал ремонт, и пока человек делал ремонт, ну, договор же у нас подписан, уже все, мы приступили, скажем так, к предоставлению нашим инвесторам, вокруг нас тоже есть инвестора, правильно, которые бы знают уже, чем мы занимаемся, ну, и начали рассказывать, ну, так, тихонько, как бы, не осуществлялся. Буквально через десять дней человек уже пришел, дал сумму на три миллиона дешевле, чем просил собственник, ну, при продаже. У нас там получилось, так знаете, что он изначально продавал, когда вот это помещение, да, оно, скажем так, было завышенным, ну, честно сказать, вот. А когда мы посадили арендаторов, вот это завышение его, как-то, ну, доходным методом оно как-то сгладилось, и более-менее, то есть он сказал, ну, окей, давайте там три миллиона скину. Три миллиона это сколько процентов, чтобы понимать? Ой, слушайте, ну, я как-то не могу вот этой фразы, как-то эти ценники видеть. Ну, просто три миллиона это, как это, скидка 20 процентов или это скидка 2 процента? Слушайте, надо прямо считать. Ну, просто это насколько существенная была скидка от той цифры, которую… Нет, это не скидка там 1-2-3 процента, я и говорю, да, то есть это не какая-то там супероскутка. Нет, нет, нет. То есть это в пределах рынка, там, вот этих 5 процентов. Да, кстати, по поводу вот сейчас вот этих вот тоже уступок, которые вот эти раньше грандиозные сейчас приходили, там помещение стоит 50 миллионов, давай мы за 35 его купим, сейчас все, это уже на рынке тоже нету. То есть рынок вот этот, он устоялся, вот эти колебания уже прошли, вот этот весь адреналин уже у людей вылетел, теперь уже, как сказать, чисто только мозги работают. Они понимают, ну да, сейчас что-то произошло, завтра что-то, еще какую-нибудь опять повестка какая-нибудь там будет, политическая или экономическая, еще что-то будет. То есть ну вы все подпривыкли к этому и каких-то колебаний нету. И вот еще раз говорю, вот брокер сейчас, это тот человек, который должен залетать за 5-6 месяцев примерно, хотя бы понимать тенденцию, примерно. И вот с этим человеком будут работать люди. Вы знаете, у нас вчера на канале вышло выступление одного человека, я хорошо знаком, Роман Семчишин, это коммерческий директор известной крупной компании Смайнекс Интека, который в основном, правда, строит жилье, дорогое жилье, там, в центре Москвы и так далее, и так далее. Но он рассказывал про HR. Неясно, кто что делает, скандалы, интриги, расследования, потеря ресурсов, мотивация, отсутствие результатов. Мы нанимали людей, а результата не происходило. Ну и, конечно, здесь мы теряем время и деньги, и мотивацию. Нас не интересует опыт, не интересует знания, и нам наплевать на навыки, которые транслирует человек. Это принципиально другая история, нежели резюме. Все резюме выбрасываем на помойку. А мы с вами до интервью от Кувара, я вас спросил, какими качествами должен обладать брокер, чтобы у вас работать. Я вот выписал себе три вещи. Это предпринимательский ум или возможность видеть эти самые возможности различные. Второе – это упертость, трудолюбие, упрямство и так далее. И третье – это аналитические возможности. На ваш взгляд, это на самом деле достаточно много. Для того, чтобы такого человека найти, это прямо нужно постараться. Будет ли таким высоким навыком, компетенцией, на мой взгляд, высоким, адекватная оценка? Он сможет ли заработать, если он такими компетенциями обладает? Давайте с самого по порядку начнем. Допустим, сейчас, если говорить о людях, которые к нам приходят на собеседование. Слава Богу, у нас сейчас HR очень большой плац на себя забрал. К нам на собеседование уже приходят люди с очень релевантным опытом для нас. И уже плюс-минус мы понимаем, в какую сторону мы с этим человеком будем двигаться. И когда-то я веду собеседование, когда-то HR, когда-то коллегиально мы ведем. То есть мы уже начинаем, скажем так, брать людей к себе, которых уже с повышенной вероятностью, что будут сделки. Как вот я сейчас вам объясню вот эту всю историю. То есть если раньше мы доходили до того, что мы берем человека, сами его обучаем, сами там все это делаем, сами все рассказываем, то у нас из 10 человек, которых я обучал, реально брокером становился один. То есть мы времени грохали просто кучу. И что мы стали наблюдать? То есть мы были обычным инкубатором брокеров для всех. И вот тут в определенный момент, когда у нас поднабрался уже определенный коллектив, у нас щелкно, так, все, ребята, хватит. Но я не хочу сейчас рассказывать истории, что я в элите рынка, что я там, приходите только самые лучшие ко мне, мне это не интересно. Я сейчас переключился на маленькую другую историю. Я сейчас понял, что уровень интеллекта людей, приходящих ко мне, он должен быть в разы, он выше должен, чем я раньше набирал. То есть здесь я сейчас произвел отсечение. Вот есть разные, знаете, вот мышления. Давайте сейчас телезрителям загадаем в конце загадку, потом в конце я ее скажу. Как раз вам, допустим, сейчас загадку, которую я загадываю на собеседовании. Едет на легковой машине сын с отцом, врезается в бетоновозку, отец насмерть, сына в тяжелом состоянии везут в больницу, кладут на операционный стол, к нему подходит хирург, смотрит на его лицо и говорит, это мой сын, я его оперировать не буду. Объясните ситуацию. Ладно, в конце узнаем. Все. Вы пишите ответы в комментариях. То есть есть некие, скажем так, истории, на которых мы обращаем внимание. И сейчас мы ужесточили вот этот вот набор не в плане том, что там умный, неумный, знаешь, не знаешь, а в плане, что сейчас у нас мы уделяем больше внимания эмоциональной стабильности человека. То есть человек может также прийти ко мне без знаний, но я увижу вот эту эмоциональную стабильность. Что это такое, подразумевая эмоциональная стабильность? Эмоциональная стабильность – это человек, когда попадает в абсолютно незнакомую среду, что он будет делать. Так вот, сейчас мы ищем людей, которые, допустим, могут прийти и выполнять какую-то определенную функцию. Но знаете, как это правильно объяснить, сейчас многие, наверное, скажут, ну можно дураков найти, которые там будут сидеть и что-то делать. Вопрос, где, как говорится, деньги, где, как, что. Собственно говоря, мой вопрос в этом и был. Потому что мы сейчас отсекли значительное количество людей, которые, может быть, рассчитывали на какой-то легкий такой разговор и легкий заработок. А все-таки ответ на вопрос, как заработать. Методика простая. Вот если тебе правильно показали, куда копать, и ты просто вот копаешь от забора и до рассвета, то результат, он 200 процентов, он будет. Понимаете? Но вот этот вот копать, он зависит от того, сколько ты по времени вначале будешь, скажем так, примиряться. Типа я тебя умнее, я вот по-своему сделаю я это, да. Или когда ты успокоишься, уже ты поймешь, что да, действительно, это сказали, вот так вот сделать и будет вот такой вот результат. Вот. А если люди, которые приходят к нам, им говорят, вот так, вот так, вот так, вот так вот сделать, они тупо просто исполняют это дело, потом через 2-3 недели приходит уже результат. Средняя сейчас статистика человека, который у нас делает сделку, я сейчас не буду вот эти розовые очки одевать и про успешный успех. Я вам точно могу сказать, если раньше это было там, допустим, от двух недель до месяца, сейчас эта штука сдвинулась. То есть у нас сейчас есть ребята, которые там на 2-3 недели делают сделку, а есть ребята, которые делают там на 3-4 месяц. Но тут вопрос, как говорится, зачем погонишься? А можно выбрать? То есть я вот, например, прихожу к вам и говорю, и вы мне говорите, вот либо ты можешь долго работать над каким-то сложным проектом, и ты получишь эту сделку через там, не знаю, 3-4 месяца, либо ты можешь, как это, семечки вот шлепать там, и каждый месяц у тебя будут мелкие сделки. Это называется портфель объектов. Вот, допустим, все ребята, я вот и руководителям, я объясняю. Вот у вас есть некий портфель объектов, допустим, возьмем 100, да? То есть вот вы, допустим, пришли, вот забросили вы свои интервью, пришли к нам, хотите, я хочу стать брокером по коммерческой недвижимости. С нашей стороны будет некий совет, как набирать объекты. Вот есть такое, у нас вот выработано уже с золотым правилом, из 100 объектов 30 объектов должны закрывать вашу месячную потребность. То есть, ну, если они сдадутся, допустим, сдадутся, продадутся, неважно. То есть вы для себя определяете, допустим, живете вы там 50 тысяч квартиры, там 50 тысяч, там 100 тысяч вам там на еду, там на развлечения, там, допустим, бюджет вас одного там без семи там 150 человек, ну, 150 тысяч, да? Допустим, вот этих вот 30-35 процентов, если сдастся продадутся, они должны закрывать вот эту вашу потребность. Даже кто-то больше делает там до 40 процентов, в зависимости от того, сколько брокер работает. Дальше, 30-40 процентов, это должна быть квартальная история. То есть, чтобы вашу потребности закрыть на квартал. То есть, допустим, вы понимаете, так, если сейчас я на вот этой сделке сосредоточусь, и ее вероятность достаточно большая, да, там отмету, потому что там по сделкам, ну, как правило, очень много нюансов там разных, там, начиная от каких-то там кредитных историй, да, заканчивая там проверкой юридической, там, каких-то там технических особенностей помещения и тому подобное. Ну, реально много, банально мы тут согласовывали увеличение на 5 киловатт, мы начали согласовывать и там вот такую штуку размотали. Там в итоге там чуть ли не дом там отключили, не дом, там помещение отключили от всего, потому что там поняли, что там незаконно были киловатты увеличены. Ну, то есть, там иногда, то есть, непредвиденные какие-то эти, вот. На квартал, дальше, на полгода, на полгода, на год, то есть, еще процентов 20 у вас, что закрыть. И вот 10 процентов должно у вас остаться, знаете, такое-то, такая история, которая греет душу. Чудеса. Вы сделали эту сделку, вы берете эту котлету и идете вот так вот в автоцентр кидаете и забираете там свою Мазду там или там Мазерати. Ну, то есть, я утрированно как бы говорю. И вот это люди, когда видят, когда они вот так вот разложили свой портфель, да, они там видят, ну да, вот эти семечки, они идут. Бах стрельнула, допустим, это, ну, история такая, на квартал, раз там через 3-4 месяца стрельнула полугодовая история, а под конец года стрельнула как раз. Да, ты на Мазерати уехал. Некоторые брокеры есть, которые не согласны с этой историей. Ну, то есть, у нас есть пример, один человек у нас отработал полгода, меньше даже, на пятый месяц он закрыл сделку на миллион шестьсот комиссий. Вот, ну все, сразу же, проходит месяц, то есть, к нему руководитель не лезет, проходит месяц, мы потом садимся, анализ сделать, смотрим. Пул его объектов, миллиард двести, продажа автосалона, там, помещение там шестьсот миллионов, пятьсот продажа, там, аренда, там, аренда за десять миллионов. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, ну, понятно, что я всем говорю ребятам, верьте в себя, как бы, да, ну, совсем уж там переверивать в себя, то есть, как бы, тоже, но не надо. Вот, и получилось так, что у него прошел просад, то есть, и человек, у человека пошла ломка, такой, то есть, он тут, вроде, там, миллион шестьсот, там, сделал комиссий. Он думал, сейчас дальше будет. Миллион шестьсот, это примерно, там, чтобы у вас понимание было, это, там, в районе, там, ста миллионов сделка. Для того момента, когда это сейчас мы отматываем, там, да, это было, это как раз вот эти все события, как бы, сто миллионов сделка, там, прямо, знаете, это так классно, я считаю, что, то есть, опять же, вернемся к тому интервью, когда я вам говорил, что больше миллиона долларов в этом городе деньги не тратятся, то сейчас эти деньги тратятся здесь то сейчас есть инвесторы гуляющие там и 200 300 500 и миллиард есть то есть они сейчас эти они эти активно потому что вот этот отложенный спрос он прошел и все и тут уже сейчас чисто холодным ребят ну как бы это эти качели так все время будут теперь вопрос просто уже нужно включать поисковый инстинкт и уже выдирать все свои все и все деньги зашли теперь сейчас они москве все гуляют ну плюс еще регионалы очень сильно помогают вот ну и у этого человека произошел спад через весь месяц он этот спад осознавал месяц он этот спад переломал и на третий месяц опять пошел подъем и он все-таки согласился вот так да 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 то есть тут нужно как как инвестор почему вот вы сказали предпринимательской истории так это вот нужно к своим объектам к пулу как инвестиционному объект также как акции знаете там кто-то там пара голубых фишек по вот пару там там иностранных каких-то брендов там еще еще то есть то же самое интересное а правильно я понимаю что вот эти как бы как мы сказали три четыре этапа там на семечки покрупнее на квартал на полгода год и призовой фонд это пропорционально площади или как-то по-другому еще я бы сказал бы это пропорционально времени идет человек который ничего времени времени пребывания в нашей компании то есть вот сейчас мы я очень много раз смотрели приходят люди да допустим он приходит так мне чтобы морально себя хорошо чувствовать у меня должен быть достаток там в 300 тысяч я могу даю выбор ну да ты можешь 300 ты можешь в месяц сдать там грубо говоря 4 шаурмы а можешь в месяц там грубо говоря поставить там winlab ну допустим там да вот ну шаурмы понятно что там вот такое количество там требований да там допустим там пришел грубо говоря витрина какой-то проходной трафик там плюс-минус там где-то рядом метро три квадрата там с какого уголка выгрыз там поставил там 8 киловатт этот вертелоид или как на это вверх или как называется правильно не знаю к сожалению вот ну то есть минимальные требования плюс там саннормы тоже не минимально там в плитке сегодня в краске все сделал там какая-то ввода подведение водоотведение и все а можешь поставить winlab который там начнете там выкручивать или там еще своим договором там еще что то еще ну то есть там требование куча плюс там какие-то согласования то есть но море и вот он должен это просто понять как он пойдет как есть люди которые там бегут сразу приходит все я сразу пойду завод продавать или торговый центр продавать но проходит время их как говорится реальность прижимает я не понимаю что действительно все должно быть поэтапно есть люди которые допустим то перескакивает пару этапов ну как правило это вот начинается но не семечек это начинается там с полумиллионной комиссии какая-то история я очень мало видел людей вообще которые там приходили и могли сделать сделку сразу там комиссии там на 5 на 10 миллионов то есть готовый вот допустим то же самое говорят даже готовый брокер к нам приходит готовый брокер да вот я вам сейчас как раз тоже больночную говорить нам приходит готовый брокер и они все равно приходя к нам они по сути начинают всю историю с чистого листа я сейчас объясню вот эта вся история брокерская которую сформировалась исторически это вот я уж говорил не говорил не знаю очень много компаний работает как сидит куча девочек они берут просто наяривают всему городу алё вы объект сдаете продаете объекта даете продаете внесли эту в базу данного то там по диспоузере называется да то есть это crm система выкинула в рекламу происходит звонок происходит звонок пришел лид заявка до руководитель сидит так ваня ты бежишь по вот это заявки на вот этот объект ваня вообще не понимает у него касание с клиентом не было не понимает он истеричка он там какой-то там важный дядька там или какой-то что за помещение может помещение вообще там опозориться и вот когда он человек прибегает то есть обычным бегунком ему дают заявку он прибегает на объект показывает он ни черта не понимает ни про клиента у ни черта не понимает про объект грубо говоря там в 90 процентов случае он там позориться клиент разворачивается всех на три буквы там посылает и грубо говоря с этой заявкой ну то есть они уже не работают и там этой компании будет тяжело скажем так делать вот и вот эти вот брокеры будем так называть и да то есть они считают что они брокеры приходят почему трудно допустим у меня это сделать вот сегодня даже было собеседование с человеком а вы что типа вы заявку сами принимаете да то есть у него стал расспрашивать это все делаете да понимаете то есть и объекта вы сами набирать то есть не вам не дают их то есть они-то привыкли как не пришли на все готовые тут ли тут все это и они начинают стыковать эту всю историю до просто это где-то как на потоке когда это работало когда вся экономическая ситуация было это может быть верно то что допустим я бы со своей моделью был бы черепахой по сравнению с да то есть они наоборот бы там делали бы этот ходил бы да мы там продумываем все дамы там про это ну да я там буду понятно в конце концов мы же деньги здесь зарабатываем да но сейчас модель вот этой которая сейчас работает они сейчас должны все это знать и правильно объяснять понимаете то есть у меня брокер каждый ну там 50 60 своих объектов да то есть он должен про него все знать к нему когда приходит инвестор он ему все расписывает то есть у нас даже была такая история знаете пришел человек и говорит я хочу помещение купить и вопрос стал в трафике он нам не доверяя но клиент заберет стороннюю фирму замера трафика и он типа и потом мы звоним ты куда пропал там что там за у вас там трафик низкий игрок у тебя трафик там нужен был он там говорит ну давайте утрированно там в час там 200 человек там да допустим а мы-то знаем что трафик там есть допустим так он там есть нет у меня компания посчитала что нету и он из эту услугу заплатил там 30 или 40 тысяч то есть человек выехал туда ставить если бы доказали все мы понять не можем вроде там трафик есть ну как бы мы там видели все мы сами приезжаем сами пересчитываю все доказательства прямо вот вообще-то человек с этим вот знаете то есть это был замер утра обед вечер суббота с воскресеньем то есть мы это все усреднили там трафик ну процентов даже на 30 больше был ну как бы в чем была проблема почему так посчитали не знаю работаю работа может быть некачественно было сделано возможно там знаете тут сейчас рынок такой тускай да тут трафика нету а вот мы знаем компанию которая может показать с помещением мы же знаем там какие симпатические там история работает вот все мы показали человеку объяснили все он такой о спасибо и сделка возобновил сейчас это сделка идет хорошо но мы разобрали тут условно говоря таких брокеров которые работали раньше на потоке такие бегунки и прочее прочее а как работают у вас вот эти вот когда мы сказали нужно набрать портфель объектов как я их набираю кто мне помогает но кроме совета что должен набрать вот такие 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 вот смотрите вот в чем фишка коммерческой недвижимости вот я вам смотрю вот есть вся недвижимость до желая коммерческая там бабу вовсе да есть специализации коммерческой недвижимости в коммерческой недвижимости есть там торговые стриты там склады бла-бла-бла все тут еще ниже специализация да его допустим в той же самой в торговых центрах у нас еще есть специализацию допустим торговый давайте конкретно торговые центры допустим до торговых центрах есть много специализаций первое это общепит вот у нас сейчас в отделе по торговым центром в первом торговом центре, там есть несколько человек, которые специализуют именно на общепитии. Это рестораны, это кафе, это какие-то там новые форматы, да, там объединение, фудкорты, фудмолы, ну то есть вот такого плана, то есть это, как сказать, целый мир. Вот если вы мне сейчас скажете, я могу сказать, что вот мы недавно с человеком общались, в Севастополе заходит как там Старик Хаттабыч, вот сеть тоже классный, мы с собственником, мы показали им пару объектов, классные, то есть они, цена-качество прям обалденные, я ребятам позвонил, спросил, вы знаете таких, вот вообще классное заведение, ну то есть вот, возможно, рекламу я там делаю, вот, то есть и вот таких сейчас ребят, которые сейчас, допустим, из одной орбиты в другую... Это, наверное, был не Хаттабыч, а Хинкалыч. Хинкалыч, точно. Потому что моя дочь очень любит это, я несколько раз был в этих заведениях, действительно достойно. Да, вот. И вот таких вот сейчас ребят, кто, допустим, сразу с регионов везет, это очень большой на самом деле рынок. Когда вот мы узнали, то есть у нас уже внутри даже отделов появилась специализация, да, и вот когда мы, допустим, приходим в какой-то торговый центр, там еще, мы уже четко знаем, кого можем туда поставить, понимаете? То есть это сейчас бьет вот этот вот, вот этих бегунков, ну, я их так называю, да, бегунков, бьет именно вот эта предметность. Нужно обладать предметностью. Обладаете предметностью, зарабатываете деньги. Берегите по макушкам, не зарабатывайте деньги. Некоторые сами себе не пишут, да нет, я прорабатываю. Так это визуально, ну, как бы видно, что он там бежит по макушкам, ничего не делает, а потом в конце приходит, слушай, ну что-то у меня нету. Мы начинаем разбирать объекты, понимаем, что тут актуальности нету, там нету, тут завышенный, тут он половину вообще выше рынка забрал. То есть тоже нужно же объекты, правильно понимать? Вот я сейчас, допустим, в продаже торговый центр там за полтора миллиарда, ну, там красная цена, там меньше миллиарда, да, допустим. То есть вы помогаете какой-то аналитикой, чтобы можно было понимать, это завышенная или не завышенная цена. Да, и в зависимости вот этого они уже начинают формировать свой пол, понимаете? Вот как вам правильно объяснить? Представляете, просто пришел человек с улицы, да, он говорит, набирай, он открывает там какой-то ресурс и просто тупо набирает эти объекты, да, тупо их вываливает, и он сидит и не понимает, что у него еще происходит. У него там что-то стрельного, да, он не понял, тут что-то стрельного, не понял. То есть у него нет вот этого паттерна, какой-то шаблона, как понять, что этот сегмент у него заработал. Так вот, это руководители, они как раз, они вначале, то есть первую неделю, они дают им какие-то вводные и смотрят за ним, какое поведение, то есть они разговаривают. Вот человек у нас, допустим, один пришел с ресторанного бизнеса, да, понятно, что он будет, он всюду подноготную знает, понятно, что он ему все сразу, компания там какие-то заявки были, передала сразу заявки по общепиту, человек сразу пошел, то есть он знает своих конкурентов, когда он свой бизнес там делал, да, допустим, все, он сразу же по этому направлению идет. То есть внутри коммерческой недвижимости, то есть такой глобальной специализации, стрит, торговый центр, склады, мы еще делаем специализацию. И вот когда ты вот настолько утончаешься туда, допустим, да, там, я не говорю сейчас про офисы, я говорю сейчас, допустим, про рынок, там, медицинских услуг. Вы знаете сейчас сколько вот этих медицинских услуг? Все, ребята там за Бугорта не ездят уже, все, теперь что нужно делать? Теперь сейчас нужно, как говорится, здесь сейчас всю эту медицину поднимать, все, сейчас все оборудование начинает через разные страны заходить, то, которое там было, потому что люди понимают, что там те же самые там запада, там, европейцы, они же понимают, ну да, там все, как-то надо там выкручиваться. То есть они уже формируют здесь эти же самые вот эти медицинские центры, не там, когда летали туда еще, они уже здесь их сейчас все делают. И вот эта новая, допустим, тенденция идет, допустим, а вот вы видите меня под медицинское учреждение помещение найти, тут тоже, знаете, постараться нужно. Кому-то нужна там кабинетная история, плюс какой-то там трафик, да, там кто-то, допустим, там, ну там очень много всяких разных, там, санпин норм, да, допустим, все делают. Вот где мы, допустим, сейчас находимся, да, вот на Мичуринском проспекте, да, вот кого бы вы поставили, допустим, вот, какой сегмент медицинской истории вы поставили? Да, я вообще не специалист, я даже, нет, никому точно не вопрос. Ну вот, то есть, если посмотреть, допустим, ну, вы же специалист по жилой, да, вы можете же понять, сколько средний пример здесь человек, да, ЖК, небо, вот эти все события, да. Даже в конце концов тоже люди же, это не просто так, там, за 30, за 40 миллионов, где покупают квартиры. Соответственно, здесь эконом-сегмент, здесь какой-то эконом-минус не пойдет, все премиально можно втыкать здесь спокойно. Вот человек ездит, ищет у него 200 миллионов денег, она ищет помещение, подзубную клинику, но должны быть три своих парковочных места. Раз, у меня должна быть солнечная сторона, трех-четырех кабинетов, два, ну, то есть, там, прямо такие требования, то есть, вот, и вот, брокер должен это все вот так вот увидеть, сопоставить все это, понять, как говорится, и разобрать все это дело. А долго учиться-то? Просто я смотрю, такие прям серьезные требования, сколько нужно времени, ну, чтобы более-менее плавать. Я просто почему объясню, поскольку все-таки, действительно, мы чаще контактируем с агентствами недвижимости, которые занимаются жильем, там есть так называемый курс молодого бойца, там, две недели. Я знаю, что это совсем мало, и многие агентства последние, ну, скажем так, года два-три, уже там, до месяца это доворачивает. При этом они понимают, что реально более-менее человек становится разбирающимся, когда делает первую сделку, первые две-три сделки, то есть, это где-то полгода. Ну, дальше уже никто особо не заглядывает, там уже такие опытные. Вот у вас какие сроки? Идет обучение, то есть, первые две недели брокер вообще разбирается, что такое, то есть, для него это хаос, вот, просто реальный. То есть, через две недели у него какая-то система, ну, приходит. И вот, когда эта система приходит, я вам 200%, ни одного здесь нет, человек хочет уйти от нас. То есть, через две недели человек 200% захочет уйти. А вот теперь вопрос упорства. Типа потому, что он понял, что тяжело, или он сам разобрался? Он понял, он, к нему первое пришло, он понял, насколько это тяжело. Вот, все, это зона комфорта его и упертость. Если зона комфорта, он привык, что, слушайте, ребята, вы меня этим не испугали, да? И он, у него, он понимает, что раз это так тяжело, значит, не каждый человек вообще сюда залезет. Значит, тут конкуренция, скажем так, не такая уж и жесткая. И этих риелторов, сколько в Москве риелторов? Да, там есть разные. Тысяч 100, по-моему, да? Ну, не 100, но 50 точно. Может быть, 100. Кто-то говорил, что вроде 100. По всей России 200-300 оценивают. Поэтому, если взять, что в Москве половина, ну, наверное, где-то 1100. Ну, вот, а я слышал такую тенденцию, что брокеров по коммерческой недвижимости от 2 до 5% от этих ребят. Ну, мы не говорим про те компании, которые там и жилые, и коммерцией. Я уже говорил, да, что если компания занимается и жилой, и не коммерцией, то, на мой взгляд, она не занимается коммерцией точно. Потому что это как-то совмещать это, то есть это вот, надо в этом всем вариться. Так вот, вот эти две недели проходят, и он осознает, он понимает, сколько он должен тратить, что ему предстоит, да? И как он этот риф собирается переплывать? Вот этот риф, он точно есть. Это месяц. То есть вы не сможете выплыть из острова в море, если вы этот риф не перешагнете. Потому что до рифа, если вы будете доплывать, вас опять будет откидывать. Это ровно месяц. Так вот, через месяц наш брокер, то, что он все это месяц делал, да, ему подсказывал руководитель. Он сам какие-то умные заключения там делал, бла-бла-бла. Я рекомендую вот так вот взять, вот так вот в мусорку эти все объекты. Потому что ровно через месяц у него все перевернется на 180 градусов ровно. Он уже четко поймет, какие для него, скажем так, выгодные направления, в чем он силен, как он себя ставит, где он работает, с каким контингентом он работает. То есть у него уже будет сделать. Через 2-3 месяца еще он еще раз это так и сделает. И еще последний раз он сделает ровно через полгода. По поводу одной, двух, трех сделки, знаете, ну, как правило, новичкам везет, да. Везет почему? Потому что они не перезаморачиваются проблемными вот этой вот историей. Вот, а если я так скажу, блин, а если я сейчас на 100 тысяч аренду попошу? Они не знают, да, где какие камни, они прут. Одна-две сделки надо делать, но ты не говоришь, что он стал опытный. Он чуть-чуть поверил в себя, и он уже начинает качать информацию. Не так, что, как говорится, с нами там мерятся, да, а он уже приходит, все, я понял, давайте, а это как, а это как. То есть он уже втягивается в процесс и начинает уже информацию в себя впитывать с нас. И вот тогда уже начинает, как сказать, коллектив играть на него. Вот я почему говорю, что, допустим, вот разница между командой и одним брокером, да. Сейчас вот если вот историческую параллель проведите, да, вот, скажем так, я этого еще учился, да, там, в 2000-е годы, заходят все вот эти вот международные компании, там, да, там, не будем их имена называть, там, да, там, первая четверка, первая пятерка, там, аудитор, это бла-бла-бла-бла-бла, что они делают? Они начинают набирать толковых ребят к себе, их обучать. Эти ребята в 2000-е годы такие сядут, блин, такие деньги, там, торговый центр, там, там, то есть это бум, торговый центр, да, то есть эти, эти торговые, эти компании, вот эти вот аудиторские, консалтинг, они не успевали за тем ростом формировать себе брокеров, за тем ростом, который шел у торговых центров, там, стритухи и тому подобное, понимаете? Вот, и эти брокеры, они же видели, что идет разрыв, допустим, и все, он говорит, слушайте, да я пошел в отдельную буду, ребят, и они уходили вот это… То есть он становился таким частным брокером? Он становился частным брокером, и вот эта вся история частного брокера, да, она имела место быть до момента пандемийного, то есть до пандемийного, они еще плюс-минус, как бы, но сейчас дальше, частный брокер, это, ребята, там, непонятно, как там, ну, представляете, там, это кто такой частный брокер, это ИПшка, ИПшник, да, вот, ИПшник, сами все понимаете, да, что там отвечает всем своим имуществом, да, представляете, а сделка, допустим, взяла и развалилась, да, человек там продал свой бизнес, купил там за 100, за 200 миллионов какое-то помещение, допустим, да, потом взяла, сделка откатилась, а он продал свой бизнес, и уже конъюнктура рынка другая, он этот бизнес свой не купит, он с деньгами, которые обесцениваются, все, ну, понятно, что это издержки, да, понятно, что через суд грамотные юристы там смогут прикрутить. Смогут прикрутить агента, брокера, да? Да, вообще легко, если, смотря, как там договор сделан, понимаете, то есть это брокер-одиночка, он же должен быть и юристом, и экономистом, и финансистом, и там, бла-бла-бла-бал, понимаете, то есть у него голова еще, еще в сделке он участвует, еще сделка не одна, еще вот такая голова, он все равно допустит эту ошибку, понимаете, а вот когда команда работает, она эту системную ошибку, она минимизирует вообще, потому что через юриста не пройдет, через бухгалтер не пройдет, через этого не пройдет, ну, то есть кажется, там, ну, плюс там очень много там точек касания, вот, дальше, задачи усложнялись, то есть чем становился рынок сложнее, тем задачи усложнялись, а что такое сейчас, вот, допустим, брокер моей компании, это человек, который не сам говорит, что приходит на встречу, говорит, типа, я вот такой крутой, я вам тут все решу, нет, это представитель всей этой команды, вот он приходит и говорит, слушайте, может, я вам, перед вами глупо выгляжу, да, там, возможно, там, меня там оценили, что я там пришел непонятно в какой одежде, но, я представитель команды, и вот вы сейчас что мне расскажете, я зайду в офис и скажу, ребята, у меня появился там помещение в торговом центре на 2000 квадратных метров, и говорит, и меня же, мои же брокеры, если я даже понимать ни черта не буду, мои же коллеги прибегут ками, отдай, которые уже, то есть, которые уже чувство крови уже почувствовали, они сразу же расхватают его, и сразу поймут, так вот, брокер, это представитель команды, и сила как раз вот в этом вот, в агломерации вот эта, а если она еще помножена еще на правильный, скажем так, правильные какие-то моральные качества человека, да, что там, тебя не будут кидать, ты можешь спокойно вытискать, так, ребята, у меня вот на Кутузовском помещении вот такое-то стоит пустое, типа, ну я вот вроде договорился, на следующей неделе там подписываем договор, ну в смысле по работе, вот там, давайте там ускоримся, чтобы я на подписание уже мог там прийти, сказать, слушайте, а у меня уже есть там на показ человек, понимаете, то есть, это вот история такая, она многогранная. А вы подписываете договор эксклюзивный или нет? Вот это вообще такая, знаете, тема. Ну просто в жилой недвижимости это прямо два разных рынка, есть вот этот масштабный рынок безэксклюзивный, когда люди бегают и действительно на больших объемах, как говорится, есть некая выработка, есть некий процент выработки и при правильной технологии все равно результат получается. А есть другая история, когда нужно вот выморочить вот этот эксклюзив, а дальше, как бы, опять же, по определенной технологии ты закидываешь в маркетинг этот объект и тоже у тебя есть определенный гарантированный срок, когда ты эту реализацию сделаешь, соответственно, получишь комиссию. У вас как? Вот смотрите, вот сегодня, опять же, история сегодняшнего собеседования. Приходит ко мне человек на собеседование, говорит, а вы как в хаотичном рынке себе там ищите объекты, вам какие-то приходят заявки, да, и у вас нет эксклюзивов? Я говорю, а зачем они эксклюзивы? Ну вот рынок вот такой, я говорю, а что вы подразумеваете слово рынок? Ну вот реально. Вот коммерческая недвижимость, да. Вот для меня сейчас рынок, это уже рынок не недвижимости сейчас коммерческой, а рынок качества. Вот мы сейчас, вот на самом деле… Качество чего, услуг или объектов? Качество услуг. Так. Вот мы сейчас боремся не на рынке коммерческой недвижимости, вот сейчас вот эти все наши, да, мы сейчас именно боремся на рынке качества. Качество, которое не которое, потому что я там с улыбкой приму клиента, или я ему подарю после там сделки шампанское, нет. Мы сейчас боремся на рынке качества, предоставлении услуг, с каким коэффициентом я ему денег больше принесу, понимаете? Собственнику или арендатору? Собственнику, да. Ну да и собственнику и арендатору. Словно говоря, у нас, кстати, на заре нашего становления, по-моему, в 2018 году был такой батл, да, у нас два известных московских руководителя на тот момент сошлись по теме, что важнее, эксклюзивный договор или эксклюзивные отношения собственников. Вот вы сейчас, я так понимаю, говорите про некие эксклюзивные отношения, которые следуют из некоего качества услуг. И когда собственник, понимая, что вы делаете, говорит, ну я лучше с этими ребятами буду работать. Об этом идет речь? Нет, идет речь о том, что когда он видит, допустим, мы приходим на объект, да, он говорит, эксклюзивным отношением, да, мы его испугаем просто. Он скажет, ой, опять какие-то пришли, опять все с собой. Он же не знает нас. Нет, эксклюзивные отношения имеется в виду, что мы делаем так качественную услугу, что клиенту не нужно подписывать эксклюзивный договор, он просто сам оценивает отношения очень крутые. Да, и после этого он даже уже не обращается никому, понимаете? Я про это и говорю, что эксклюзивные отношения в данном случае важнее, чем эксклюзивный договор. Да, вот мы приходим, он спрашивает нас, какой договор, да, обычный договор. То есть мы так, ну, вы человек эксклюзивный, да, с меня просят эксклюзивный, нам не нужен он. Ну, хорошо, я вам разговариваю, а почему вам не нужен эксклюзивный? Потому что мы, ну, подход он другой, понимаете? Какой? Ну, вот давайте, я вот собственник. Хорошо. Мы проанализируем весь полностью объект. То есть, собственник видит его с одной стороны, я его вижу с другой стороны, допустим, да? Он его оценивает по одной истории, я его буду оценивать по другой. Он видит один потенциал, я ему объясню, почему я вижу другой потенциал. То есть, я ему на цифрах объясню, расскажу. Если он, допустим, он завышенный, я скажу, окей, сиди с этим дальше помещением, когда рынок вообще упадет, либо вспомни про нас, либо когда-то у тебя кто-то там придет. Ну, сейчас сами же понимаете, да? Сейчас все ценники-то кулуарные. Ну, вот в жилой, я думаю, тоже там самая такая история. На баннерах написано одно, а в кулуарах цена совершенно... Нет, в жилой такого нет. Там никогда не было особенно. Ну, то есть, понятно, что там есть дисконт. А как же смс-ки, которые приходят мне на телефон? Только, Евгений, только сегодня для вас. А, вы сейчас говорите про новостройки. Я говорю про вторичку все-таки. С новостройками там все немножко хитрее, но там тоже вот эта вся манипуляция. Мы сначала 20 поднимем, потом сделаем акцию на 30%. Окей. Ну, вот. И вот, когда, допустим, человек приходит и говорит, допустим, я вот хочу... Даже приходит арендатор как-нибудь, я вот этого арендатора, собственно, я хочу поставить. Мы говорим, не ставь его. У него риски, допустим, сейчас достаточно большие, потому что там завозит он товар, допустим, там у него логистика через там смежные с нами страны. Эта страна там что-то там происходит, какой-то закон-то меняется, все, у него логистика стрельнет и все. То есть, вы прям проверяете логистику этого человека? Мы проверяем, кто он, да. Допустим, вот недавно мы ставили человека в склад, договор подписывали. Собственник хотел подписать договор там длительный, там на сколько там, 5-10 лет. Вот. Но арендатор начал как-то так юлозить. Давайте хотя бы там на один, на год, на два. И выяснилось просто, что у них контракты максимум сейчас еще там на 5-6 месяцев с поставок они там тащат параллельно импортом. А что будет дальше неизвестно? Да, дальше будет ничего неизвестно. А у нас есть арендатор простой, который занимается запчастями для тракторов, там Беларусь, там Кировец, там подобное. Ну вот он есть. Да, он чуть-чуть меньше платит, да, на 5-10 процентов, да, он меньше. Но по году, если вдруг кто-то уйдет, мы потеряем 2-3 месяца, а ребята, представьте, какая там история будет. Так это мало того, он сидит год, я там еще проиндексирую, там учитывая 5 процентов, да, а тут еще индексацию не поймаю, и еще и непонятно что с ним будет. То есть, ей это нужно все это объяснять, понимаете? И когда они с точки зрения, они же смотрятся здесь и сейчас, допустим, да, или я, допустим, наоборот говорю, он говорит, тут классный, классная компания, я ему прихожу, говорю, а ты видел, что 4 суда у него? Ой, а я что-то не посмотрел, мой бухгалтер не посмотрел. Так этот вот арендодатель, да, и вот этот вот инвестор, но это тоже люди, скажем так, они же не качественно профессиональные ребята, которые там, знаете, там, в компанию зашел, как там, как их называют, аудиторскую, да, его там всего просмотрели, бывает, вот для этого мы есть. Или мы знаем, допустим, что... То есть, вы такие аудиторы бизнеса? Да, вот именно, кстати, да, вот, кстати, классное название. Вот, приходят, даже знаете, вот есть одна сетевая компания, да, которая заключает-заключает договор на одних условиях, а вот когда подписание, оно подсовывает другие. То есть, прямо в момент подписания? В момент, прямо, человек уже там всех отшил, оставил этих ребят, и они ему дают коммерческое предложение, там, на 10, оно 20, то и на 30 процентов от того, что было. И говорят, ну, слушайте, у нас там наверху решили, там, извините, типа, это не я. Такой стиль, прям. Да, и мы эти штуки все знаем, понимаете? И сейчас это на рынке, это вот так вот у каждого стратегии, и мы это знаем. Допустим, мы знаем, что одна компания заходит, встает, да, становится якорным арендатором, дожидается какого-то определенного момента, а потом говорит, так, либо мы расторгаемся, мы выходим, либо вот эти условия, и все. А мы-то это уже знаем, понимаете? И вот собственнику, то есть, это вот я одну вам грань рассказал, а грань их это в море. То есть, мы вот это все знаем, мы можем рассказывать ему. И качество вот этой вот услуги, оно другое. Я, по сути, его становлюсь... То есть, это такие информационщики, вы собираете большую базу информации и про арендаторов, ну и, соответственно, и про собственников. Ну, не то, что, скажем так, это к тому, что когда ты бегунок, и когда ты сам касатель всего этого дела... Да, просто не хватит информации, да. То есть, в моменте, вот, допустим, сейчас ко мне кто-то придет, сейчас, допустим, скажет, ну, я не знаю, там, пример, как вам привести. Сейчас будут развиваться там, интертеймент-индустрия, ну, в смысле развлечения там, да, какие-то. Вот вы как все скажете, вот сейчас, например, компьютерный клуб, вы сейчас бы стали выинвестировать? Я понятия не имею. Вот сейчас, я допустим, сейчас скажу, ну, слушайте, ну, какая-то такая история, то есть, я бы начал бы определять рынок, там, какой, в общем, там, устоявший, устоявший, спрос какой идет, вообще, если наносите, как бы... А некоторым просто, вы даже не поверите, сколько приходит, да, у нас супер-классный там, клуб, там, какой-нибудь там интернет или VR-очки, там, у нас все классно, все попрет, вот точно. Они заходят, у него там делают ремонт, передалбливают ему все дело, а потом такие, ой, блин, у нас там денег не хватило, то они там месяц поработали, не съехали, собственник остается, эти там непонятные там ребята, которые там только открыли бизнес, что с них толку там брать-то, ну, реально, то есть, и вот такой вот истории, тут море. На самом деле, когда посмотришь, насколько эмоционально арендатор, в смысле, арендодатель принимает решение, волосы на голове встают, и надо таких запускают, что вообще караул просто. И вот, и когда эксклюзивные вот этих условий, мы вот ходим, да, они сами, то есть, как сказать-то, вот эта уверенность, когда я прихожу, говорю, мне не надо эксклюзив, это же уверенность с моей стороны, и эта уверенность передается клиенту. И он тоже понимает, ну, блин, раз они настолько, как бы у себя это, посмотрю-ка я кто-то такие, и мы начинаем работать. И потом, когда он уже видит, мы подходим, мы вот такие, ну, как бы, вот так вот, так вот работаем, вот такие-таки-то постулат, он такой говорит, блин, ну да, и он, хотите-вы не хотите, он с нами будет работать, он станет нашим оба немецким клиентом. Вот и все. Просто, понимаете, вот я в прошлый раз говорил, кризис доверия, кризис подхода, собственник помещений, бизнесмен, хотят, и хотят платить большие деньги за то, чтобы им сделали качественную услугу. Они не хотят прийти в очень известную компанию, заплатить 2 миллиона рублей за вот такой талмуд, который им сказал из торгового центра, переделай офисный, а потом это все не удалось, да, а я это могу сказать, он стоит вот рядом возле меня, в метре, он говорит, слушай, Жень, наверное, сделаю, блин, из этой штуки офисный. Я ему прямо при нем говорю, слушай, ну какая офисная, кто у тебя будет ходить? Ну, посмотри, у тебя через 200 метров стоит офисное здание, у него вакантность там такая-то, здесь, здесь, парковки у тебя нет, то есть я ему дал тот совет, который эти ребята бы там на буклете бы там отдали бы там за полтора, за два миллиона, понимаете? И он это понимает, это все дело, и я для него ценно становлюсь, и он понимает, что я в моменте могу ему дать решение, дать ему вектор, куда идти, а он уже дальше в конечном решении принимает, вот и все. И он мне стоит, вот хочу это, я прямо тут же его обрубаю, вот это вот так, вот так, вот так, это не пойдет, потому что то-то-то-то-то-то, он домой спокойно уезжает, перепроверяет все мои факты, утром звонит, ну да, ты прав, блин, что делать-то будем? То есть вот, что сейчас надо, понимаете? Вот этот вот, история добежал, показал в листочке, там сказал, распишитесь мне, пожалуйста, с номером телефона, чтобы у меня там показ, отметить мне руку, это не работает. Сейчас человек пришел, вот он тебя, конкретно человек твой, ты ему конкретно вопросы задал, а потом сказал, слушай, а ты же вот так вот говорил, а почему сейчас вот так? И все. То есть, есть некий моральный, знаете, такой долг, раз ты эти слова сказал, да ты и соответствует этим словам, своим тогда за объект, раз ты это сказал. И вот, и когда люди уже начинают включаться, это совершенно уже другое включение на объект, понимаете? Нежели там пришел, ну вот это, а, ну вам не надо, ну все, пошел, до сюда не ушел. Вот и все. То есть это, мы можем долго разговаривать, много кейсов. Хорошо, с тем мужиком, который в аварию попал, какая история? Это мать его? Это его мать. Стереотипное мышление. Подожди, где мать? Едет сын с отцом. и там ребята начинают, может это сводный отец был, может быть там это, ну то есть, ты начинаешь гадать, а на самом деле все проще. Да. Ну что ж, спасибо большое, мы надеюсь, еще через полгодика встретимся, чтобы вновь узнать историю про кинотеатры. Всего доброго. До свидания. Оставайтесь на канале, пока, берегите себя, своих близких и бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова